Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками управления ГИБДД мы начинаем новый цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По информации, на 13 апреля с начала 2022 года в регионе произошло 240 аварий, в которых 39 человек погибли и 317 получили травмы. Как может измениться эта печальная статистика в ближайшее время и какие нововведения ждут автомобилистов в весенне-летнем сезоне? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мой собеседник – заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов. Павел Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Наконец-то мы освободились от снега на дорогах Верхневожья. Но это благостное событие влечет за собой целый ряд проблем. И опять мы говорим о том, что нужно перестраивать манеру вождения, о новых уже весенне-летних угрозах. Давайте обо всем порядком. Итак, начнем с характеристики, наверное, общей аварийности. Вот эти цифры я привела. Опять, что в тройке лидеров? Ну, смотрите, во-первых, естественно, в тройке лидеров, как правило, ну и эти три месяца не стали исключением. У нас аварийность связана с выездом на полосустречного движения, наезды на пешеходов. И, как мы уже устали об этом говорить, сопутствующая причина – это управление в состоянии опьянения. Это сопутствующая причина. Ну, по сути, да, само опьянение не является как причиной, но, тем не менее, если бы человек был в нормальном состоянии, то, наверное, он себя вел как-то по-другому. Поэтому мы и говорим как сопутствующая причина. А так, вообще, две основные причины – это все же выезд на встречную полосу и наезды на пешеходов. Если разложить немножко поподробнее, чтобы автомобилистам была понятна опасность вот этих ДТП, скажу следующее. По сути, вот выезд на встречную полосу – это причина такая, она, можно сказать, не основная, потому что мы считаем, что выезд на встречную полосу – это выезд в нарушение. Но если мы посмотрим статистику, вот особенно начало года, то есть у нас был такой небольшой проблемный, как сильные проблемы сложились в январе, именно в начале года с выездом на полосустречного движения. Эти выезды, они зачастую связаны с неправильным выбором скорости движения водителями. Мы уже много раз об этом говорили, да. Причем, если мы говорим о январе, это зимний период, да, естественно, состояние дорожного покрытия, оно не идеальное. Может быть, оно и находится в норме в соответствии с ГОСТами, но, тем не менее, оно не идеальное, и оно не такое, как летом, и, соответственно, скорость надо снижать водителям. Второй характерной особенностью стало то, что эти выезды на полосустречное движение произошли в основном, в большинстве случаев, на участках, которые имеют либо кривые в плане, либо вертикальные изломы, то есть на подъеме, либо на спуске, да, то есть где была видимость ограничена. И тут все вот эти факторы, когда все складываются вместе, скорость движения, ограниченная видимость, и в итоге это приводит к выезду на полосустречного движения и серьезным последствиям. Там, как правило, наверное, лобовые именно столкновения. Да, как правило, лобовые столкновения, причем если речь идет о столкновении, например, на трассе М-9 Балти, да, которая у нас, к сожалению, не имеет разделительного ограждения осевого, то там происходит столкновение легкового и грузового автомобиля, мы понимаем, какие будут тяжелые последствия. Второй, сопутствующей причиной, которая, ну, приводит к тяжким последствиям, все-таки, опять же, я повторюсь, и буду постоянно об этом говорить, это ремни безопасности. То есть, опять же, статистика... О которых мы уже с вами только, наверное, несколько программ в прошлом году посвятили этим самым ремням безопасности, и все равно есть люди, которые не пристегиваются. Опять же, если вернуться к цифрам статистики, из этих 39 погибших, о которых вы сказали, в 10 случаях установлен факт неиспользования ремней безопасности. То есть, по сути, третью, четвертую часть погибших можно было бы спасти. То есть, они смогли бы спасти себя сами. Все-таки это пассивное средство безопасности. То есть, и пристегнуть-то ремень несложно, что самое интересное. Ремень безопасности, мы здесь говорим о том, чтобы он был пристегнут как у водителя, так и у пассажиров. Естественно, как у водителя, так и у пассажиров. И причем и в том числе на задних сиденьях, да, пассажирских? Совершенно верно. Статистика говорит о том, что ремни безопасности, используемыми водителем и пассажирами на передних сиденьях, сокращают риск смерти в результате ДТП на 50%, а если это используется на задних сиденьях, то на 25% риск смерти в случае ДТП снижается. И, наверное, если в продолжении этой темы ремней безопасности, наверное, хотелось бы привести пример ДТП, ну и, в общем, охарактеризовать, собственно, ситуацию, что сложилось у нас, который произошел у нас в областном центре. Ну, мы же много раз говорили, что у нас в областном центре он характеризуется аварийностью своеобразной. То есть у нас происходят наезды на пешеходов в основном. Ну, потому что больше точек соприкосновения. И, соответственно, если и были случаи гибели участников движения, то это в основном при наездах на пешеходов. Что произошло, например, у нас, какая ситуация сложилась в конце февраля. То есть, получается, у нас несколько фактов было гибели в результате столкновения транспортных средств. Опять же, возвращаемся. Это связано со скоростью движения. И вторая сопутствующая причина – это непристегнутый ремень безопасности. То есть, если разложить вот это ДТП, которое произошло, в результате которого погиб пассажир по косточкам, то мы видим, что если даже взять форму автомобиля, то есть она геометрически, вот эта капсула, где находились водители и пассажиры, она практически не поменялась. То есть пассажир получил смертельные травмы с большой вероятностью вот именно из-за того, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Это первое. Второе. Произошло на повороте 90 градусов, видимость была ограничена. Третье – скорость движения. То есть и вот все эти три фактора сложились. Это какое-то роковое стечение обстоятельств. Но случайность на дороге так и бывает. Это не роковое стечение обстоятельств. ДТП – это вообще не случайное стечение обстоятельств. Это вот такая цепочка событий, которую, в принципе, можно спрогнозировать. И если соблюдать определенные правила, то этих наступлений тяжелых событий можно избежать. Просто соблюдать каждое конкретное. Совершенно верно, да. И тут мы возвращаемся к уровню правосознания. То есть если человек будет это понимать и пропускать через себя, то, вероятнее всего, серьезных последствий удастся избежать. Вот уровень правосознания. Я помню времена, когда мы втолковывали и всем участникам сущности дорожного движения о культуре поведения на дороге. Ну, это все соблюдения правил. Это в общее понятие и есть. Культура поведения на проезжей части. Вроде бы, как большинство стали пристегиваться. Вроде стали пропускать пешеходов. Стало намного, ну, как-то опрятнее на дороге. И все равно. Это получается как коллективный разум. То есть это должно быть максимальное количество людей, которые будут это делать. Причем, если говорить о правилах дорожного движения, тут мелочей-то нет. То есть у нас люди некоторые наивно полагают, что есть такие нарушения, которые незначительные и не влияют на безопасность дорожного движения. На безопасность дорожного движения влияет все. Вплоть до эмоционального состояния участников. Опять же, вот приведу пример. Сейчас вот все, наверное, каждый, наверное, со мной согласится. Вот если вот едете в потоке плотно, посмотрите по сторонам. Наверное, 3 из 5 автомобилистов будут сидеть в соцсетях. То есть мало того, что они не то, что по телефону разговаривают, они прямо сидят в соцсетях и общаются. Это, ну, несмотря на то, что скорость невысокая, все равно это отвлекает от процесса движения. И если опять перейти к цифрам статистики, которые люди изучали, то можно констатировать то, что разговор по телефону во время движения увеличивает риск совершения ДТП в 4 раза, а написание текстового сообщения в 23 раза. То есть, ну, тут цифры говорят сами за себя. Хотя есть же ответственность за тот же, мы вроде бы говорили, за тот же разговор по телефону, когда фиксировали камеры видеонаблюдения. Если человек управляет автомобилем и разговаривает по телефону. Ну, к сожалению, у нас очень много спорных вопросов, потому что, к сожалению, наши в Российской Федерации, будем говорить так, правозащитники или юристы, да, которые занимаются защитой именно деятельности в области дорожного движения, к сожалению, учат людей не как не нарушать правила, а как, нарушив правила, уйти от ответственности. Да, сбежать от ответственности. А вот о том нарушении, о котором мы сейчас с вами говорим, то есть там очень много нюансов, которые сложно доказать. Поэтому как бы еще раз призываем владельцев автомобилей, да, к соблюдению правил. Да, да, да. В некоторых случаях, что касается управления автомобилем, надо выработать очень устойчивую привычку. Ну, начиная от ремня безопасности, о которой мы говорили, заканчивая включением указателя поворота. И это ведь дело не тяжело. Это дело совершенно верно не тяжело. И этому учат в автошколах? Да. Если уж вы собрались перестать быть пешеходом и пересесть на автомобиль, нужно соблюдать такие правила, которые уберегут вашу жизнь и жизнь всех участников дорожного движения. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В студии Ирина Чекунова. В гостях у меня заместитель начальника отдела УГИБД УМВД России по Тверской области Павел Власов. Павел Анатольевич, в первой части программы подробно, можно сказать, еще раз напомнили нашим автомобилистам, какие правила, элементарные правила, необходимо соблюдать. Что посоветуете пешеходам? Снег сошел, люди радостные на улицу, людей стало больше на свежем воздухе, и, наверное, рисков-то больше. Ну да, вот она аварийность, она такая у нас, в принципе, по видам, если говорить, то она плавающая. То есть если мы говорим, что у нас в осенне-зимний период больше происходит наездов на пешеходов, ну это очевидно. Почему? Потому что короткий световой день, пешеходы не видны на дороге, и зачастую наезды происходят именно поэтому. Причем, если взять статистику, то вот, например, из 11 пешеходов, которые погибли за три месяца, 7 погибших пешеходов стали участниками БДП по собственной вине. То есть получается... Переходили дорогу в неположенном месте? Тут в том числе. Более того, еще появилась такая проблематика, это в основном она касается, конечно же, загородных дорог, это нахождение пешехода на проезжей части без цели ее перехода. Причем, ну, и зачастую это происходит в состоянии опьянения. Просто человек стоит на дороге или у дороги? Нет, он стоит прямо на дороге. На дороге? Да, и, ну, понимает, ну, то есть он полностью потерявший ориентацию в пространстве. Соответственно, если это темное время суток, темная одежда, дороги, как правило, у нас не освещены, искусственное освещение в темное, ну, водитель, он при всем желании, наверное, он должен быть суперпрофессионалом, суперопытным водителем, чтобы избежать такого ДТП. Вот, а если пешеход находится еще и в горизонтальном положении на проезжей части, то его практически вообще невозможно заметить. Такие случаи тоже у нас есть. Они как специально выползают на дорогу, что ли? И в желании куда-то приползти? Ну, к сожалению, потерялись люди в пространстве из определенного состояния, поэтому мы и говорим, что нельзя как пешеходам, так и водителям участвовать в дорожном движении в состоянии опьянения, и это, ну, собственно, законодательно определено. Так вот, если говорить о пешеходах, то вот более половины пешеходов у нас, получается, пострадали по своей вине. Ясно, что это сезонное. Вероятно, к лету вот эта статистика загородных дорог, она, наверное, должна улучшиться. Но здесь не стоит и забывать о том, что и людей на улицах будет больше летом, то есть поэтому бдительность терять не стоит, и, естественно, работу мы тоже в этом направлении не прекращаем. Дело в том, что не все в руках госавтоинспекции и дорожных организаций. То есть ясно, что мы можем максимально обезопасить пешеходов, особенно касается областного центра, там поставится пешеходное ограждение, то есть направляются только на пешеходный переход пешеходы. Сейчас очень много поставили, установили светофорных объектов с кнопкой вызова для пешеходов. Да-да, такие появились в городе. Но, к сожалению, все равно есть такие факты, особенно это касается старшего поколения, когда люди начинают передвигаться среди потока автомобилей, и тоже это приводит, иногда бывает, к тяжелым последствиям. Что в этой связи хочется сказать пешеходам? То есть надо понимать, что все-таки пешеход, он, может быть, и имеет преимущество на пешеходном переходе. Не то, что он не может иметь, а он однозначно имеет преимущество на пешеходном переходе. Но хочется напомнить про положение правил для пешеходов. То есть если мы говорим о нерегулируемом пешеходном переходе, который все-таки у нас имеется еще в городе, то пешеход, прежде чем выходить на такой пешеходный переход, он обязан убедиться в безопасности перехода. То есть, ну, посмотреть по сторонам, сопоставить скорость движения автомобилей, там, до расстояния до автомобилей. Ну, другими словами, если просто сказать, то есть пешеход должен наладить визуальный контакт с водителем. То есть он должен посмотреть на водителя, что водитель его видит. И только после этого переходить в проезжую часть. И так же, когда переходишь, в одной полосе машина стоит, как часто бывает, а по другой машины идут на скорости, причем из-за человека сбивают? Что касается детского травматизма, здесь есть отдельная статистика? Потому что, мне кажется, вот летом и весной именно дети смогут чаще выбегать на дорогу, особенно на сельской дороге. Ну, если говорить о статистике в целом, то да, естественно, а детский травматизм, он взрастает именно во времена, когда минимальная занятость детей, то есть во время школьных каникул. То есть, как правило, это в зимние каникулы, всплеск, и, естественно, с мая по сентябрь. Если говорить о статистике трех месяцев, то, в принципе, цифры довольно обнадеживающие. У нас всего произошло 24 ДТП, погибших детей не зарегистрировано, получили ранения 29 детей. Но, мы же понимаем, не стоит забывать, что наша цель, чтобы ни один ребенок не получал ранения, тем более не погибал на дорогах. Поэтому у нас еще есть с чем работать. И, собственно, как мы помнятся в том году, вероятно, у нас была передача про мероприятия с общественными организациями. Да, профилактическая работа. И сейчас, ну что отрадно, возобновлен проект «Хищные дороги». Почему я на нем застряю внимание? Потому что он очень доступен для именно молодого поколения, потому что там интерактивная подача материала. А это сейчас, ну, востребовано именно для молодежи. Ну, я думаю, что еще мы в рамках нашей программы встретимся и поговорим еще раз об этом проекте, потому что действительно интересно и очень полезно. Ну, коль мы заговорили о детях, то вот сейчас уже с таянием снега появилось огромное количество самокатов, чаще всего подростки на таких самокатах. И, наверное, это тоже очередная проблема для всех участников дорожного движения. Ну, вот еще немножко буквально остановлюсь на другой категории. У нас из года в год, и что у нас, что по России, статистика практически не меняется. Более 50% детей, а вот сейчас у нас цифра приближается к 70%, все-таки страдают в качестве пассажиров. То есть поэтому родителям все-таки не стоит забывать об этом. И просто включать все ресурсы, чтобы избежать ДТП с участием детей, когда они переводятся в транспорт. Это в том числе детские удерживающие устройства? Естественно, да. То есть, опять же, если поговорить про статистику, то риск травмирования на 60% сокращается в результате ДТП при использовании, правильном использовании детского устройства. Угу. Так, ну теперь, собственно, о самокатах, о самом статусе этого самоката. И как быть с теми, кто в нарушении каких-то правил пользуется этим устройством? Ну, никуда, естественно, что мы от этих самокатов не денемся. Популярность их набирает обороты, причем даже в нашей стране. Ну, это шеринги, так что называемые, эти прокаты. Здесь какая опасность? Вот владелец этого же шеринга, ну, его дело получить, ну, по сути, прибыль, да, то есть, с этой деятельности. Поэтому, собственно, ему все равно, кто пользуется его этим устройством, да, и он даже за этим не следит и не может даже, наверное, проследить. Поэтому здесь надо, наверное, опять же, возложить ответственность на взрослых, да, что они ребенку должны объяснить, как, что лучше либо избежать, да, определенного возраста использования этого средства. Почему про возраст я говорю? Потому что понятно, что если ребенок совсем маленький, он, ну, просто он по размерам даже, его он будет велик. Ну, хотя ему все равно будет хотеться прокатиться, и он сядет и поедет, да, а ну, что неудобно и наиболее опасно, чем если бы он был ему по размеру. Это первое, почему я хочу сказать про возраст. Второе, все-таки дети в определенном возрасте не воспринимают уровень опасности, так как она есть, да, это первое, это те, которые помладше. Второе, те, которые постарше, у них, наоборот, юношеская бравада, они хотят выделиться. И вот если даже говорить по опыту, вот моему личному, то есть я смотрю, сейчас появились эти самокаты уже на улице города с наступлением теплого времени, очень часто передвигаются на самокатах по два человека. Я видела тоже. Что, в принципе, недопустимо, да, и если даже взять мировой опыт правопримительной практики вот в этом направлении, то вот практически в любой стране, где уже введена эта ответственность за управление самокатами неправильная, то везде практически есть пункт, который запрещает передвижение двух человек одновременно на этом устройстве. У нас еще в стране не определено в законодательстве, да? Да, у нас, к сожалению, статус уже есть. Что это не бежеход, что это транспортное средство. Но, к сожалению, правовое поле еще находится в стадии разработки. Но я думаю, что сейчас, учитывая проблематику и сколько их стало появляться, я думаю, что это сейчас в максимально быстрые сроки будет реализовано. Но раз уж пока этого нет, то просто в качестве совета, который из опыта, наверное, и мы много очень методических рекомендаций посмотрели, в том числе и мировой опыт, что все-таки лучше при использовании самокатов придерживаться правил движения на велосипедах. Ну и плюс к этому еще, естественно, мы добавляем то, что нельзя передвигаться вдвоем. А если мы говорим о правилах движения велосипедов, то основные какие у нас запреты для велосипедиста, это, кстати, многие об этом замывают, 24-й раздел правил дорожного движения стоит прочитать. Кстати, да, да, мы сегодня просто обязаны напомнить, потому что велосипеды тоже никто не отменял на дороге. То есть 24-й раздел правил дорожного движения касается движения велосипедистов. Вот там есть вот три основных запрета, на которые вот стоит обратить внимание. То есть это первое, это нельзя ехать на велосипеде, держать за руль хотя бы одной рукой, хотя это очень многие практикуют и думают, что это правильно и хорошо. А то и без рук вообще дело, да. Какие мы молодцы. Ну это можно даже не объяснять, это мы понимаем, что ухудшается управление, там можно вовремя не среагировать. Второй пункт, который касается запрета, это пересекать дорогу по пешеходным переходам. То есть имеется в виду, что не то, что это нельзя пересекать, а нужно пересекать его спешиваясь. Поясню почему. То есть потому что скорость велосипеда, либо самоката, она выше, чем скорость пешехода. И поэтому при выезде, особенно на нерегулируемый пешеходный переход, участник движения появляется на нем неожиданно, то есть для автомобилиста. А неожиданные движения на дороге, они, как правило, приводят к плохим последствиям. То есть это второй пункт, пересекать по пешеходному переходу спешиваясь. Это касается и самокатчиков, и велосипедистов. И третий пункт, он очень сложно звучит, и все вообще все про него забывают. При движении по правому краю и проезжей части, что нам разрешено с определенного возраста в велосипеде делать, нельзя забывать, что если на дороге имеется более одной полосы движения в одном направлении, у нас запрещается на велосипеде поворачивать налево. Налево, то есть поперек всех получается. Ну естественно, некоторые считают, что можно с потоком. Я даже сам был много раз свидетелем, что взрослые люди на хороших велосипедах в потоке движутся, они показывают даже поворот, как это предписывают правила велосипедистов, поворачивать налево, что делать нельзя. Ну, например, на нашем перекрестке, вот крупном Тверской проспект, улица Советская. Вот я был свидетелем, что такие случаи происходят. Этого делать нельзя. То есть вообще, в принципе, как пересекать перекресток велосипедисту безопасно, по пешеходным переходам спешиваясь, мы потратим на это плюс 30 секунд, но зато мы сохраним свое здоровье. Правила вот эти где-то можно изучить? Нужно ли сдавать тем же самым велосипедистам знания правил дорожного движения? Ну, я думаю, что обязательности такой нет. Это можно сделать в инициативном порядке, например, в учебных заведениях, в школе типа факультативно. Наверное, это хуже не будет, если это, опять же, сделать какой-то интерактивный курс сокращенный. Обязательно в голове у детей что-то отложится. Ну, на всяком случае, хуже от этого не будет. Ваш совет мотоциклистам, которые также из года в год являются проблемой? Ну, совет тут один. Во-первых, для мотоцикла нужно созреть и понимать весь уровень опасности этого транспортного средства. Второе, если же все-таки мы уже решили управлять мотоциклом, надо иметь уверенные навыки, потому что, несмотря на то, что мотоцикл может управлять с более молодого возраста, чем автомобилем, то есть у него есть серьезные особенности управления. То есть, первое, уверенные навыки. Второе, если мы приобретаем мотоцикл, то надо все-таки переходить от менее мощных моделей к более мощным. То есть, набраться опыта на менее мощные модели, там, сколько-то, ну, допустим, сезонов, там, один-два сезона. Потом переходить к более мощным моделям. Если у вас, может быть, вас устроит и менее мощная модель, то есть, по условиям эксплуатации вам больше и не нужно будет. Так что, это второе. И третье, обязательно использовать защитную экипировку. Потому что, все-таки, мотоцикл – это самый незащищенный после пешехода участник. Потому что в автомобиле все-таки есть кузов, который защищает водителя худо-бедно, плюс средства пассивной безопасности, ремни безопасности. У мотоцикла такого нет. Причем, и использовать эти защитные средства как водителям, так и пассажирам. Если говорить о статистике, то, ну, как правило, видим классическую модель мотоцикла. То есть, едет мотоциклист в шлеме, сзади сидит пассажир или пассажирка, чаще всего девушка, да, которая в лучшем случае у нее только шлем одета, а в худшем случае у нее вообще ничего не надета из защитной экипировки. И поэтому в случае ДТП, ну, понимаем, что страдает серьезно пассажир. То есть, об этом не стоит забывать, и водитель должен понимать ответственность. То есть, если ты перевозишь пассажира, все-таки надо экипировку иметь минимальную хотя бы для пассажира. Уже сколько лет прошло с той самой аварией, помните, на Сахаровском шоссе, где на скутерах погибли подростки, и в очередной раз встает вопрос для многих родителей, покупать ли своему чаду в подарок скутер, так ребенок хочет, да пусть имеет, пусть пользуется, ваш совет. Ну, смотрите, есть неописанное правило, что умение правильно действовать достигается многократными повторениями. То есть, поэтому, если уже родители принимают такое решение, они, наверное, уже должны изучить своего ребенка полностью, на что он способен. То есть, и поэтому, если это абсолютно адекватный молодой человек, который воспринимает информацию и все приостережения, плюс неплохо бы его еще дополнительно обучить, помимо курсов первоначальных в автошколе, да, то, наверное, ну, нельзя от этого гаражить. Ну, если хотят люди, то ограничить в правах никого нельзя. Но со всеми вот такими вот ограничениями и все со всеми предупреждениями. То есть, человек должен сам понимать уровень опасности. Я всегда говорю, что надо пропускать это через себя. То есть, все у нас люди думают, что что-либо может произойти, но только не со мной. Но, к сожалению, это не всегда так. Павел Анатольевич, Ваш совет относительно долгожданного весенне-летнего сезона. Как меняется манера вождения и на что нужно особое внимание обратить автомобилистам? Ну, естественно, с наступлением сезона летнего возрастают скорости. Это первое. И второе. Возрастает трафик дорожного, интенсивность движения. То есть, поэтому и скорость, и интенсивность, они вот вкупе немножко усложняют сам процесс управления. Ну, тут, опять же, советы одни и те же. То есть, во-первых, мы соблюдаем строго все требования правил дорожного движения. В частности, если мы говорим о передвижении за городом, либо на федеральных автодорогах, то это все-таки соблюдение скоростного режима. Причем, это не зависит от того, даже если это скоростная автодорога. Вот, например, возьмем нашу трассу М-11 скоростную, на которой скоростной режим ограничен 120 км в час. Не стоит забывать, что это все-таки скоростная дорога, и она строилась именно, рассчитывалась именно под эту скорость. Поэтому движение со скоростью 150 или 160 и больше, оно уже небезопасно, несмотря на то, что это скоростная автодорога. То есть, надо вести скорость применительно, вести автомобиль с той скоростью, которая применима конкретным дорожным условиям, и со скоростью, на которую вы можете управлять автомобилем. То есть, это вот такой будет совет, наверное, автомобилистам. Второе. Как правило, у нас почему-то в весенне-летний сезон возрастает количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Ну, потому что, наверное, больше пикников, больше предостеречь на воздухе находится человек. Хотелось бы предостеречь от этой ошибки, потому что, если некоторые водители полагают, что где-то далеко в районе они выпьют, и нету вокруг госсотрудников госавтоинспекции, то сейчас много очень других рычагов воздействия, которые могут потом вылиться в административную ответственность и лишение права управления. Тем более, что сейчас закон ужесточен еще относительно человека, который дважды попался, допустим, за управление, да, Вмитрия Замбитина. Это уже довольно давно произошло, да. Еще сейчас, кстати, ужесточили ответственности за выезд на полустречного движения. На полустречного, за превышение скорости, да. За повторное, за повторное, да. Да, это вплоть до уголовной. Это уголовная ответственность, да. Это уголовная ответственность. Тем более, что если кого-то раньше для первого раза, как мы обычно говорим, это просто погрозить пальчиком, что называется, государство предупреждает. Этот штраф в 30 тысяч, который кому-то казался неимоверным. Неимоверный. То теперь уже все по-другому. До 300 тысяч даже штрафы доходят, да, повторное управление, если это не уголовное. Нет, это повторно, это однозначно уголовная ответственность. И здесь даже вопрос, по сути, не столько штрафа, сколько клеймо на всю жизнь у вас останется, что вы были привлечены к уголовной ответственности. Я поняла. И если буквально программа подходит к концу, несколько слов об очагах, основных очагах варийности в областной столице. Каких мест нужно опасаться наиболее? Ну, если говорить о городе, наверное, я бы так не останавливался на очагах аварийности. Я бы сказал больше по местам, как мы уже говорили, что о дорогах. То есть, если говорить, понимаете, то есть у нас, получается, накладывается участок дороги и, соответственно, скорость движения. То есть, если говорить о областном центре, то есть у нас самые серьезные последствия происходят на так называемых вылетных магистралях. То есть, это вроде бы еще, с одной стороны, областной центр, но в то же время это уже довольно прямая дорога с хорошим покрытием. Ну, это, будем говорить, Московское шоссе, Новая Волоколамка и так далее. Все понимают, о чем идет речь. То есть, вот эти участки, они более опасны для автомобилистов с высокой скоростью. Ну, а то, что касается пешеходов, это, естественно, нерегулированные пешеходные переходы, на которых надо быть максимально опасными. Осторожными. Осторожными, о чем я уже говорил. Я надеюсь, что жители нашего региона прислушаются к вашим советам и что мы не омрачим своим собственными бездумными пособками себе теплое время года, такое долгожданное. Напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня у меня в гостях был заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Власов. Вы слушали программу «Тема дня» на радио Монте-Карло. В студии была Ирина Чекунова. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Будьте здоровы.